Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня в нашей программе мы расскажем вам об одном умельце, который живет в нашей республике. А также поговорим о том, куда следует обратиться за советом, если дома возникли проблемы с ребенком. Но сначала, как всегда, прогноз погоды. Доброе утро, дорогие зрители! Температура воздуха ночью до минус 13. Днем 1-3 градусов мороза. На дорогах Головедица. Кто бы что ни говорил, а Россия – страна сильная и богатая. И богатая прежде всего своим народом. С щедрым, искренним и отзывчивым. Во все времена на Руси прежде всего ценились честность, порядочность и справедливость. Умение сострадать, прийти на помощь, поделиться последним куском хлеба. А еще народ России всегда был очень креативным, умел найти выход из любого положения. В нашей стране умели и любили работать. В нашей стране всегда было много людей, которые своими руками делали настоящие чудеса. Вспомните хотя бы левшу, который блоху подковал. Именно такой человек живет и в нашей республике. Неподалеку от станицы Зеленчукской расположился небольшой поселок Архыс. Он был основан в 1922 году и сначала назывался Старое жилище. Но это название популярностью не пользовалось. Позже поселение переименовали в Архыс. Постепенно он стал всемирно известным курортом. Первозданная природа, необъятные горизонты, потрясающие панорамы. В этот обласканный небесами край туристы влюбляются раз и навсегда. Архыс – это самая настоящая горная страна. С быстрыми реками, чистыми озерами, заснеженными вершинами и вечными ледниками. Кроме достопримечательностей природного характера, в Архысе есть не менее заманчивые, необычные, созданные руками человека. А вот и одно из них. Такого вы больше нигде не увидите. Потому что это не просто дом, а крутящийся дом. Да-да, это на самом деле так и есть. В чем вы вскоре и убедитесь. Этот высокий шестиугольный сруб, напоминающий избушку Бабы-Яги, построил местный умелец Николай Хубиев 40 лет назад. У нас есть вертолетная площадка за деревней. Там садятся вертолеты правительственные. Ну, всем пацанам эта игрушка нравится. Ну, я тоже думаю, хоть я в школе был двоечником, что бы такое сделать? Думал, думал. Потом этот вертолет мне надо умел. Что-нибудь вращающее сделай. Родственники и местные жители скептически отнеслись к затее своего земляка. Но Николая это ничуть не смутило. Я с пацаном упертый. Меня отговорить было трудно. С основания начал, что оно крутится уже, основание крутилось. Там стоит бортовая, называется, от гусеничного трактора. Я его перевернул вверх. Я сам сварщик. В общем, все специальности есть у меня. Потихоньку, потихоньку. Получился дом двухэтажный. Построил его Николай очень быстро. Практически все работы делал сам. Помогли мне только эти пятиметровые поднять вверх, ребята. Я их закрепил. А потом по мелочам день, ночь. День, ночь, там и ночую. Ну, как бы там и жил, и работал. За сколько времени, не помню. Но за лето я выстроил дом. Потом думаю, как же со светом провод-то будет скручиваться. Потом посмотрел, в машине генератор, он не сворачивается. Я взял такие большие щетки со всеми готовыми. Поставил, он провода пропустил. Теперь он крутится. И свет есть, телевизор работает, музыка играет, все. Теперь земляки Охаль и удивлялись. Однако прибывшая комиссия чудо-думом осталась недовольна. Дело в том, что в советское время строить двухэтажные дома в поселке не разрешалось. Ну, не знаю, Жайком или раньше это было, оттуда приехали. Зачем ты построил без разрешения туда-сюда? Мы приводим трактор, снесем дом. А я говорю, я-то думал, думаю, люди радоваться будут этому. Как же это вы можете так говорить? Я говорю, смотрите, если вы что здесь, я тоже могу что-нибудь там натворить. И после этого никто не появился. Многие годы Николай жил в этом доме вместе со своей супругой. Потом перебрался в новый, более просторный. А на втором этаже устроил музей национального быта. Да, лестница здесь, конечно, не для слабонервных. Достаточно крутая. Но иначе на второй этаж не попасть. Сегодня в музее экспонатов немного. Разобрали по музеям. А когда-то здесь были очень ценные вещи. Я брал-то у кого кто-то, когда услышали, у кого что есть, старые, кто что. Он ведь старинный капкан. Там видели спереди большие туровые рога. В общем, ковер там где-то сто лет назад. Вот он ткацкий станок. Орлы тоже вот. Он, когда замуж выходит, приданный сундук. Ух, какое страшилище. Не дай бог такому в лапы попасться. Это в дар Николаю передали местные охотники. Пожалуй, самый ценный экспонат, сохранившийся сегодня в музее, это вот этот ковер ручной работы. Ему более ста лет. Видеть райские сады. Николаю достался по наследству. Ручная работа. Ощущение, что ты попал в сказку, усиливается, когда дом приводят в движение. Отсюда открывается великолепный вид на открестности Архыза. Вокруг высятся горы, покрытые снежными шапками, сонными ледниками и хвойными лесами. Простираются альпийские луга, буйно цветущие в теплые леднии дни. Виднеются изгибы глубоких ущельев, прорезаемые им покорными реками. Красота! Однако холодно тут. Пора возвращаться на землю. Во дворе рядом с избушкой тоже свои достопримечательности. А это волшебная ступа. Можно попробовать себя в роли Бабы Яги. Наверное, все мужчины скажут, что это самое подходящее занятие для женщин. Ну и пусть говорят. Главное, что они нас любят. Со временем дом Николая стал такой же достопримечательностью Архыза, как и окружающие горы, перевалы и озера. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне Чудодума вместе с хозяином. Они даже с Африки приезжали. Ну, со всего мира, короче. Здесь кто только не побывал. И что говорили? Ну, удивлялись просто. Вон, деревня. В городе только Останкино построили, а здесь деревню построили. Дом крутящийся. Ну, было. Удивлялись. Удивляется и сегодня. Многие из тех, кто приезжает в знаменитый «Романтик» покататься на горнолыжных трассах, потом обязательно запленет в гости к Николаю. Наслышанно. Очень хорошо. Нравится очень горный воздух. И, ну, не знаю, что еще. И на лыжах, на сноуборде тоже нравится кататься. Скажите, а в крутящийся дом не заглядывали? Да, заглядывали. Очень понравилось. Круто, что вообще в этом поселке такое придумали, что мы можем вот так вот поехать туда и как бы увидеть это в таком даже маленьком районе. Очень приятно, что здесь такое построили. Так что, приехав в Архыск, и вы загляните на улицу Курджиева. Вам понравится. В Черкесске на базе Центра Надежды работает детский телефон доверия. О его функциях и задачах мы поговорим с нашим гостем, который с удовольствием представляем. Это заведующий отделением телефона детского доверия психолог Олеся Охременко. Итак, Олеся, расскажите нам, пожалуйста, для чего была создана эта служба и какие задачи выполняют, с какими проблемами туда можно обратиться? Да. Спасибо за вопрос. Но самое основное, что телефон доверия на территории нашей республики существует уже более 10 лет. Создан он при поддержке, фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подключен к общероссийскому номеру телефона 8 800 2122. Вот работает на телефоне доверия психологи-консультанты, прошедшие обучение по программе фонда в Москве. Люди все подготовленные, с большим опытом практической психологии. Работа телефона доверия строится круглосуточно, без перерывов, работает две линии абсолютно анонимно, абсолютно бесплатно. И каждый, обратившийся на телефон доверия, может быть уверен в том, что вся информация полностью конфиденциальна. И если сам человек не захочет сообщить о себе каких-либо личных данных, никто у него спрашивать не будет. И скажу более, психологи-консультанты очень тщательно следят из-за своей анонимности тоже. Алиса, так, а с какими проблемами можно к вам обратиться? Да, телефон доверия был создан для детей-подростков и их родителей, или лиц заменяющих эти родители. Но на телефон доверия могут обращаться и педагоги, и дедушки, и бабушки, и любые неравнодушные люди к проблемам детей-подростков и проблемам воспитания. Обращаются очень часто дети и подростки по детско-родительским отношениям, обращаются по вопросам взаимодействия в собственном коллективе, взаимодействия с ровесниками. Интересуют, конечно же, чувства, любовь, неразделенная любовь. Это, конечно же, тоже ведущая тема. Но и надо сказать, к чести наших детей и подростков, что их очень часто интересуют и довольно-таки сложные, такие экзистенциальные вопросы. Как жить, что делать, кем быть, чем заниматься, а что даже можно прочитать. Да, вы что? Да. И уже ближе, наверное, к весне 10-11-классники, 9-классники, у них начинается проблема, а куда поступать, а что делать с ЕГЭ, а как справиться с этим напряжением. И не столько даже родители звонят с этой проблемой, сколько обращаются сами подростки. То есть детки у нас очень умные, грамотные, и их судьба их очень интересует. То есть я правильно понимаю, мне достаточно позвонить вам, поговорить по телефону, и именно так, дистанционно, вы можете мне помочь. Вот если я, например, боюсь ЕГЭ, да? Конечно, то есть с ребенком поговорят, ему объяснят, какие можно использовать функции действия, чтобы успокоиться, чтобы прийти в норму. Ну и даже поддержка абсолютно постороннего человека уже играет очень большую роль стабилизации психоэмоционального состояния подростка. Очень хорошо, Олеся. Я думаю, детям такая помощь очень нужна, потому что в силу своего возраста они не могут сделать правильный выбор, принять правильное решение. Ну и с родителями, мы знаем, тоже они не всегда беседуют, но и родители не всегда могут помочь. А вот меня интересует с точки зрения, я мама, бабушка, и вот у меня, например, в семье возникли какие-то проблемы взаимоотношения с ребенком. Вот он меня не слушается. Ему говоришь, как бы исходя из добрых побуждений, хотя бы относительно того же телефона, да? Это целая проблема забрать у ребенка, особенно у подростков, телефон. Вот. И я не знаю, как поступить. Вот просто в отчаянии. Бывают такие случаи. Если я вам позвоню, вы мне сможете помочь? Конечно. Психолог подскажет вам первичный алгоритм действий, чтобы помочь вам здесь и сейчас справиться с проблемой. Ну а если проблема все-таки уже застаревшая и имеет глубокие корни, то, конечно же, ситуативно он вам поможет справиться, а решать проблему более глубоко, всеобъемлюще, он порекомендует вам обратиться за помощью к кочному психологу и пройти все-таки психотерапию совместно с ребенком. Потому что зависимость ребенка от телефона, от гаджетов, от компьютерных игр это не только проблема ребенка и привело его туда какое-то одиночество, какая-то неудовлетворенность, которую он получает во взаимодействии со взрослыми. Поэтому работать надо совместно с ребенком и не бояться этого. Олеся, скажите, а были ли в вашей практике примеры вот такой помощи, когда вы именно конкретно могли помочь ребенку, оказавшись, например, в трудной жизненной ситуации? Вот он не знает, куда ему пойти и что ему делать? Да, такая помощь была оказана и не один раз, когда ребенок находился в ситуации жестокого обращения внутри семьи и телефон доверия поспособствовал к тому, чтобы вмешались уже соответствующие органы, это ПДН, это КДН, и ребенок был доставлен в реабилитационный центр надежды, где он уже получил полный спектр услуг и медицинских, и юридических, и психолого-педагогических услуг, и был более-менее реабилитирован и вернулся к жизни уже более спокойным и адекватным. То есть, если мы видим примеры жестокого обращения с ребенком, можно обратиться в милицию, но если мы не хотим в милицию, мы можем позвонить вам, да, на телефон доверия? Да, вы можете обратиться абсолютно анонимно, вы можете оставить адрес проживания этого ребенка, его данные, и по месту проживания этого ребенка несовершеннолетнего выйдут специалисты, эта информация будет проверена полностью, и приняты соответствующие меры действия. Спасибо вам за такое неравнодушное отношение. Ну и не могу, конечно, не спросить вас вот о чем. Мы видим происходящее событие, напряженность в обществе, все переживают. И мамы, и папы сидят в телефонах, смотрят там каналы в интернете, следят за происходящими событиями, поэтому их тоже можно понять. нервничают. И, как правило, находясь в состоянии вот таком стрессовом, иногда кричат на своих детей, ну то есть в семье находят выход своим отрицательным эмоциям, да? Да. И вот как тут быть? Что бы вы посоветовали родителям? Вот сложно нам? Оль, ну как заведующая телефона доверия, я бы, конечно, посоветовала в такой ситуации напряжения не срываться на домашних и на своих там друзьях, родственников, не вести долгие беседы, какие все плохие, с подружками по телефону, а лучше уж обратиться к психологу на телефон доверия, поговорить с ним, и не только снять свое эмоциональное напряжение, но и получить какую-то поддержку, рекомендацию, вот что сделать в настоящий текущий момент, чтобы всем стало более-менее комфортно. Это один момент. А второй момент — помнить о том, что наша задача взрослых людей создать мир, покой и гармонию, насколько это возможно, внутри своей семьи и следить, чтобы в твоем маленьком микромире семьи был покой хотя бы, тогда, может быть, и в большом макромире будет больше спокойствия. Следить за миром внутри своей семьи и не устраивать военные действия там. Спасибо вам, Алиса. Если что-то случится, не буду знать, как себя вести, можно я вам тоже позвоню? Конечно, можно и даже нужно. Тем более, что вы можете позвонить в любой момент, в любое время суток. и останусь анонимным. Мне не обязательно сообщать. Абсолютно. Ни свои данные, ни свое имя, ваш номер телефона никак не зафиксируется. И запись разговора тоже не ведется. Хотя, конечно, иногда, может быть, и надо было бы, но это полностью запрещено. Такова политика телефона доверия. Спасибо вам, Алисе, за эту очень полезную работу, которую ведут сотрудники Центра надежды. Я думаю, что наши зрители будут вам звонить и обращаться со своими проблемами. Телефон, дорогие зрители, вы можете увидеть на экранах наших телевизоров. Спасибо, Алисе. Удачи вам. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. Я желаю вам хороших выходных.